Театр и библиотек Так он называется? Ну, а мои сегодняшние гости, я думаю, расскажут вам, уважаемые телезрители, а в этом проекте ведь им есть что сказать. Я представляю гостей в студии Ирина Хлебодарова, главный библиотекарь филиала библиотека номер 23 и Олег Белов, ведущий библиотекарь филиала номер 23. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Вот прям ведущий библиотекарь. Да, вы знаете, я так горжусь этим. Я пришел в нашу библиотеку СТД и сказал Галина Исааковна, говорю, Галина Исааковна, я стал вашим коллегой, да, и я так горд этим. Хорошо, давайте мы начнем говорить о проекте, такое очень звучное название. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея его реализовать, с чего он родился, ну, может быть, были какие-то предпосылки? Да, название на самом деле очень удачное, это заслуга, конечно, в основном Олега Белова. У нас библиотека одна из старейших в городе. В этом году мы будем отмечать 67-летний юбилей. Библиотека посещаема. И нас волнует вопрос падения престижа чтения у молодежи. Именно в 14-13 лет ребята заметно меньше читают. И книгу вытесняет компьютер. И вот интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы. Театр может оживить любую книгу. И в 2019 году, это был год театра, у нас в библиотеке было большое мероприятие, посвященное Василию Макаровичу Шукшина. И мы пригласили заслуженного артиста России, народного артиста Самары Олега Белова к нам на встречу. И к нашей радости Олег Константинович принял наше приглашение, нашел время и пришел к нам в библиотеку. И наша встреча состоялась. Конечно, встреча произвела аншлаг. Олег Константинович показывал сценки из спектакля, из своего моноспектакля «До третьих петухов» по сказке Василия Шукшина. Рассказывал о своих поездках на Алтай. То есть наши читатели, зрители были в восторге. И овации, и... С этого началась история нашей дружбы, да. Ну, собственно, в восторге от Вашего таланта, Олег, не только самарская публика. Вас знают, очень любят, уважают по всей России. И это не лезть, вот уж, да. Действительно. Но я вообще, я сначала хочу спросить Вас не о проекте, о котором мы сегодня будем говорить, а о такой вот, может быть, простой жизненный вопрос. Как у Вас дела? У меня, вот все, кто меня знают, они сейчас засмеются, потому что я даже на телевидении это... Всегда, когда меня... Ты что, Олег, как дела? Я говорю, как Жванецкий говорил? Большой пальцем показывай, большой пальцем болит. Ясно. Ну, хорошо. Как вот вы откликнулись, как отреагировали, удивило ли вас такое приглашение, такой проект? Вы согласились, сказали уже, да, вот, Ирина Алексеевна. Но, тем не менее, почему согласились-то? Чем вам, артисту, интересно этот проект? Вы знаете, ну, я, во-первых, всегда, я всегда отзывчив был на любви, потому что это, кстати, заслуга Петра Львовича, который всегда говорил, он говорил. Зритель никогда не ходит ни на спектакль, ни на режиссера, ни на пьесу. Зритель ходит на артиста. И когда он артиста знает, если он видит знакомое лицо, то он в программку лезет, слушай, я его видел. А где он еще играет? Это самая лучшая реклама. И я вот, следуя заветам Петра Львовича, я всегда откликался, куда бы меня не знали, потому что помня о том, что я должен. К сожалению, это как это, знаете, грубо бы не звучало, мы торгуем своим лицом. Понимаете? Это наша профессия, и в этом нет ничего плохого. Вот. И я откликнулся. А плюс, когда я приехал, я познакомился с этими удивительными женщинами, и я был поражен, потому что, я честно скажу, вы знаете, я думал, что библиотеки у нас сейчас умерли. Потому что с появлением интернета, когда любую книгу можно... Я вот сейчас хожу, я говорю, я сам, у меня в голове не укладывается, что у меня в кармане... Я раньше ездил, у меня в сумке, я любил очень читать, у меня всегда две книги. Мне говорят, зачем ты будешь, Валяк? Я говорю, а вдруг мне не захочется вот это читать, захочется вот это. Вы понимаете, я так сказал. Теперь я иду, у меня в телефоне вся мировая литература. И я, конечно, был уверен, что это... И вдруг я вижу библиотеку посещаемую, и я вижу читателей, которые ходят, и понимаю, что вот абсолютно верно, вот благодаря вот и таким вещам тоже. Понимаете, мало того, что они сейчас, молодые люди, меньше читают, плюс еще появление интернета, конечно же, мы должны их, потому что они потом, они сейчас это не оценят, они потом поймут, как мы, когда были молодыми, мы тоже не могли осознать, когда нам говорили, читайте, читайте. И только сейчас мы понимаем, как это важно и как это ценно. Читать. Вот не могу с вами не согласиться, вы знаете, когда с вашими коллегами встречаемся в эфире программы, и я все время спрашиваю, до или эфира, после или во время. Ну, действительно ли ходят в библиотеки? Говорят, да, ходят, и ходят очень много. Так кто сейчас ваши читатели? Молодежь, более пожилой возраст, конечно, еще застал советское время, когда читали, ходили, брали книги. Я и по сей день хожу в библиотеку, я всегда беру книги, я люблю читать, потому что общение с книжным носителем, ну, это, конечно, не сравнится вот с волшебной коробочкой, о которой сейчас сказал Олег. Я тоже люблю, вы понимаете, но у меня просто вот после болезни, у меня поля зрения нарушены, и мне и одной рукой держать мне, понимаете, не очень удобно, я только поэтому. А так я тоже очень люблю книгу, потому что книга, вы понимаете, книга – это живое, это живое. Несмотря на то, что она, казалось бы, неодушевленная, она живая. Конечно. Так кто ваш читатель, Ирина Алексеевна? Ну, у нас читатели самые разные. Конечно же, большая часть – это школьники, все же школьную программу читают, читают взрослые читатели, пенсионеры, конечно же. И вот молодежь читает чуть меньше, и вот поэтому мы создаем такие яркие проекты, чтобы привлечь. И надо сказать, что вот с помощью театральных проектов, конечно, мне кажется, мы справляемся с этой задачей, у нас и читателей становится больше, и еще и качество общения с читателями другое, потому что если раньше, например, молодой человек придет, молча возьмет какую-то книгу по программе и сразу же уйдет, то сейчас у нас с ними общение. Мы уже встречаемся как знакомые люди, мы уже разговариваем, обсуждаем встречи, которые прошли, они спрашивают, а что еще будет. Они нас не боятся, они не боятся библиотеку, они знают, что можно, если нет книги, можно заказать книгу в ЛитРС, заказать по МБА. Также я им рассказываю, что у нас нового на сайте СМИПС. То есть мы уже как друзья, мы общаемся с ними. Вы знаете, мне кажется, у вас такое взаимовыгодное сотрудничество, потому что вы привлекаете при помощи актеров, известных Самарой читателей, а в свою очередь читатели, как это так, а я вот не знаю, может быть, этого артиста, слышал о нем, услышал сейчас отрывок, а пойду-ка я схожу в театр. Вот я об этом тоже хотел сказать. Вы знаете, библиотека 23, она находится на Безымянке. Если раньше мы театры ездили, мы всегда в ДК Кирова, мы обслуживали как бы тот... ДК Кирова, Металлур. Металлур, как город. Представляете, город, мы областной театр, мы должны были обслуживать весь город. То сейчас мы не ездим ни на какие выездные. И понимаете, для людей вот эти встречи, для них помимо библиотеки, библиотеки, для них являются такой же театральной жизнью. Конечно, конечно, конечно. Не могу с вами не согласиться. Но вот все-таки, как вы анонсируете вот такие очень классные, важные встречи с театралами? Я так понимаю, что не только Олег, да, есть еще многие артисты. Как узнать о том, что будет вот такая замечательная встреча в библиотеке? Ну, конечно же, и с помощью интернета это у нас есть страничка и в ВК, и Одноклассники, и Твиттер. Мы там размещаем заранее, чтобы люди могли спланировать свое личное время. Размещаем афиши. На сайте СМИПС можно узнать. Также мы на газете Культура также свои анонсы. То есть, если захочешь, узнать можно, да? Ну, и, конечно же, по старинке для людей более старшего возраста мы просто печатаем афиши и вот в библиотеке или где-то еще мы расклеиваем. Ну, конечно, вход свободный. Да, разумеется. А вот, кстати, было ли такое, когда было невозможно рассадить всех желающих? Было, да. Было, да. Пару раз у нас давно. А вот я приведу даже пример. Вот мы приезжали с читкой пьесы к празднику губернии Александра Игнашова «Паралич сердца» об Аалабине. Да. Вот с театром СХТ. И я, когда ребят вез, вот это как бы была моя инициатива, я говорю, ребята, давайте прочтем вот библиотеки, в которой я работаю, я говорю, там так ждут. Причем мы сначала, они дружат с первой библиотекой и там, но там, они говорят, там это будет снят, это онлайн будет снято. То есть, вот мы, было там два-три зрителя, и стояла камера, и мы это сделали читку. А я говорю, ребят, будьте готовы, туда мы приедем, у вас будет полный зрительный зал. То есть, это будет как в театре. Они мне не поверили. И когда мы приехали, действительно, когда они сели, у них у всех пооткрывались рты, потому что они даже не ожидали. У нас не было, мы не могли рассадить людей, желающих. Мы все-таки рассадили. Рассадили, конечно. Да, конечно. Никого не прогоняем. Никого не прогоняем. Да, человек приходит, хочет пообщаться, прикоснуться к великому. Ну вот, кстати, насколько легко на сегодня в одном таком совместном проекте объединить книгу и театр. Кто возьмет на себя ответ? Ну, мне кажется, театр и книга очень много общего. И там, и там фундамент, это литература. Да, абсолютно верно. Это пьесы, рассказы, романы. Вот мы с ребятами, это правда было в рамках другого проекта, в марте этого года посмотрели балеты «Смиральда». Со школьниками мы ходили. А прежде чем пойти в театр оперы и балета, мы в библиотеке очень много говорили о романе Виктора Гюго, «Собор Парижской Богоматери». Как раз было 190 лет со дня выхода этого романа. Вот так совпало. И поэтому мы посмотрели балет уже подготовленными. Это вот, кстати, вы говорите о сотрудничестве. Вот это я тоже узнал, что они сотрудничают вот в рамках вот этого сотрудничества с Союзом театральных деятелей 23-я библиотека точно так же. Вот они, ребят в оперный театр. Вот. У нас проект называется «Творческая встреча спектаклю». Это вот второй проект в нашей библиотеке. Расскажите о нем, интересно. Да. Ну, началось это так же в год театра в 2019 году. Мы, чтобы как-то оживить книгу, пригласили на встречу в нашу библиотеку заслуженного артиста России, руководителя Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимира Александровича Гальченко. И вот во время этой встречи у нас и родилась идея. А почему бы не создать совместный проект? И вот как бы так с легкой руки у нас все пошло. Этот проект у нас, если вот мне есть, что вам сказать, как бы на широкую аудиторию, да? Рассчитан, да, потому что приходят все, а Олега Константиновича знает и любит в нашем городе, то вот проект от творческой встречи к спектаклю у нас рассчитан на молодежь, как раз на школьников, чтобы повысить интерес к чтению. И мы берем, например, драматический театр и рассказываем о нем. Сначала мы говорим о драматическом театре в библиотеке, мы проводим литературно-театральные путешествия, конкурсы, викторины касаемые этой темы. Затем мы приглашаем артистов к нам в библиотеку, они рассказывают о своей профессии, делятся секретами, мастер-классы проводят, и затем мы едем на спектакль. И перед началом спектакля... Коллаборация такая, как модное слово сейчас такое. Когда я первый раз попал, какие-то люди, вот как они, как они любят свое дело. Я был потрясен. Да, найди себе профессию по душе, и ты не будешь работать ни дня, да, как сказал однажды классик. Но вот тем не менее, раньше были очень популярны вот такие творческие встречи. Сейчас, кстати, Олег проходит творческие встречи с артистами. Вот в том-то и дело, что нет. Вы понимаете, я вот буквально вот вчера, да, вчера мы приезжали, я привозил нашу народную артистку Жанну Анатольевну Романенко туда. И причем мы когда ехали, и это я пользуюсь своей дружбой с ней, я ее... Я говорю, Жанна Анатольевна, вы не пожалеете, я говорю, вы вспомните вот те советские времена, вот те наши концерты, те встречи на предприятиях, когда вот идет, вы понимаете, это конкретный, вот идет вот такой короткий диалог, когда со зрителем, понимаете, не когда мы там на сцене где-то, а это вот так. А что это дает? Что это дает? Вот вы знаете, однажды, я можно пример приведу? Конечно. Ко мне одна зрительница подошла и говорит, ой, Олег Константинович, я так давно вам хотел сказать, я все время вас видел и стеснялась, подойти вам сказать, что-то мне так понравилось. Я говорю, почему вы стеснялись? Она говорит, ну как же вы такой вот это? Я говорю, запомните любому артисту. Она говорит, ну как же, вам же хлопают. Я говорю, поймите, хлопают. Мы приходим в помещение, мы говорим, здравствуйте. Это называется культура и вежливость. Вот зритель в зрительном зале у нас воспитанный и культурный. Поэтому не после одного спектакля, даже если он не понравился, зритель не встал и не ушел. Понимаете? Он, естественно, похлопал. А как? Что это ему? А он может не понравиться, а он похлопал. Да, бывают спектакли, когда мы понимаем, они хлопают так, что мы понимаем, что им точно понравилось. А бывает, что нет. И поэтому вот такое общение, это сразу же напрямую мы понимаем, правильно ли мы, понимаете, действуем или нет. То есть рассказать об успехах и о неудачах, о актерской, в актерской среде неудачи бывают тоже, поэтому, что здесь скрывать. Не то, что тоже, а гораздо больше, чем успеха бывает. Но понимаете, для зрителей, актеры, это все-таки люди особый, каст особого положения. Одна мне зрительница сказала, да вы что, да это же не уважитель. То есть вас вот очень сильно уважают и любят, и превозносят. Но хорошо, что еще хочется сказать об этом проекте? Вот насколько важно проведение именно таких проектов в библиотеках? Ну, мне кажется, достаточно почитать или услышать отзывы после таких мероприятий. А какие? Расскажите, очень интересно. Вот вчера буквально, я уже Олегу Константиновичу говорила, пока мы ехали, подошла женщина уже так в возрасте и со слезами на глазах и с улыбкой одновременно сказала, что вот казалось бы уже все, жизнь к закату. Но после таких встреч хочется жить, хочется улыбаться и вот хочется жить для того, чтобы вот это все видеть, вот на все это смотреть. Ради этого одного человека нужно было затевать этот проект. Ради вот одного даже человека, его нужно затевать, понимаете? Если хотя бы. Поэтому это... А как часто проходят проекты, потому что вы же занятой артист? А, конечно, мы договорились два раза в месяц. Да. Два раза в месяц всего, да? Да, регулярно, последовательно. Много, мало ли это, хватает, либо хочется более? Ну, сложно сказать. С одной стороны, хочется больше, а с другой стороны, это такие эмоции, что мы сначала мы переживаем все, что прошло, а потом начинаем готовиться к следующему. И как будто бы вот это вот... Ну, а с другой стороны, я как исполнитель тоже могу сказать, вы знаете, честно говоря, когда они мне предложили, я испугался. Такая шапка мне есть, что рассказать. Я такой, как гуру, думаю, о чем я буду рассказывать людям? Как гуру такой, чему я буду учить? А вы знаете, как-то вот мы так накидали планчик, действительно, и я ничему не учу, я рассказываю про свой опыт. Допустим, мы начали с простого, мы начали с поступлением, вот, как важно... Ну, знакомство, такая творческая встреча. Как важно выбрать профессию, правильно. И вы представляете, когда после этой встречи ко мне подбежала девушка, обняла меня, плачет, благодарит и говорит, как жаль, что я так вас поздно встретила. Вы понимаете, ты понимаешь, что это нужно. Да. И вот так вот потом дальше было. То есть вы настолько заразили ее идеей актерской профессии? Нет, не актерской, а я говорил о том, что я это действительно, я и своим детям всегда говорю, я говорю, запомните, у меня принцип этот, и я на своем примере просто это показывал, я говорю, выбирайте всегда профессию любимую. Хорошо, если она будет высокооплачиваемая. Это второе же вопрос. Но даже если она будет низкооплачиваемой, выбирайте любимую. Потому что ходить на нелюбимую работу до 65 лет, вы сойдете с ума. А любые деньги вам приедятся через 5, через 10, через 15 лет, понимаете? Олег, вы сказали такую фразу, я готова с вами порассуждать на этот вопрос. А что значит выбирайте любимую? Когда человек еще определяется в каком-то направлении, как понять, что она у тебя будет любимая. Встреча. Я говорил, когда человек, и на своем примере приводил по-настоящему, вот я, я учился очень хорошо. Я учился без троек. Я был, как бы, такие люди, как правило, не идут в актерскую профессию. Идут хулиган, троечник, потому что там за талант вроде это. И мне моя руководительница, Галина Юрьевна Заволокина, актриса нашего Куйбышского театра, драм-кружок вместе с Борисом Федоровичем, со своим мужем они вели, она мне сказала, Олег, я думал, ты троечник, ты поэтому идешь. Она говорит, иди в нормальную профессию. А я нет, вы понимаете, и я не жалею, что я пошел в нее. Когда ты по-настоящему, я после восьмого класса, когда вроде можно было уходить, я стал задумываться о том, а куда идти, я ничем не хочу заниматься. И я заботился этим, думаю, ну ладно, пойду в десятые два года еще подумаю. И когда человек по-настоящему начинает озабачиваться какой-то проблемой, вселенная начинает ему помогать. Мне тут же подворачивается, человек, который мне говорит, и я вот про это я и говорил этим молодым людям, понимаете, что по-настоящему озабачиваетесь проблемой. Только вы знаете, как я студентам иногда говорю, я говорю, они говорят, мы хотим, я говорю, сидеть, простить меня, на попе и говорить, что я хочу, это не называется озабачиваться. Когда ты озабачиваешься проблемой, ты предпринимаешь какие-то шаги. Да, под лежачий камень вода, как известно, не свечет, да? Да. Я хочу спросить вас, Ирина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вот вам, что дают такие проекты? Ну, вот лично, как женщине красивой, как специалисту, скажите. У нас эмоции, у нас такие эмоции, что даже их сложно передать. То есть это восторг и вообще талант Олега Белова, он особенный. Он греет душу и трогает сердце каждого. Вот у нас на встречу приходят и школьники, хотя мы так особенно никого не приглашаем, но анонсы висят. И приходят и более взрослые читатели, и молодежь, и эмоции у всех. То есть, и вот мне хочется отдельно сказать о спектакле, о моноспектакле, который Олег Белов показал нам. Дело в том, что там есть возможность, да, я, конечно же, с удовольствием это сделал. Там есть возможность, там у меня не настолько много декораций, нужен был только телевизор и диванчик, который мы из стульев сделали. И мне так приятно было, что я вживую ему смог сыграть. И спектакль закончился, а зрители сидят. Мы им говорим... А сколько ушло по времени? Час, чуть больше часа. Час 15, час 20, да. То есть, не сокращенный вариант даже был? Да нет, нет, все, я говорю, вы понимаете, я в этом смысле, мне повезло, я очень, у меня мои спектакли, они все, я вот как с первого начался спектакль, с до третьих петухов, я всегда понимал, что это, а вдруг приедется куда-то, придется ехать, играть, поэтому мы уже, все, что мы делали в будущем, в последующем, мы всегда учитывали, что, а может быть, не будет сцены, а будет только вот угол, понимаете? И вот они рассчитаны так, что, поэтому я полноценный спектакль привожу. И вот спектакль закончился, а зрители не то, что не расходятся, они, мне кажется, даже не шелохнутся, то есть, им хочется еще смотреть, они ловят каждое слово. Конечно, Олег Константинович заряжает эмоциями, передает их залу, поэтому... Вот какая находка, да? Да. И в библиотеке побывал, мы просто счастливы. Это расходил. И это вот, вы знаете, это вот опять же подтверждение, когда ты по-настоящему что-то хочешь, Вселенная начинает тебе помогать. Вот смотрите, вот оно все, оно все, 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 встречаются те люди, которые, да. Которые нужны обязательно на твоем жизненном пути. Олег, вы знаете, я хотела спросить вас вот о чем. Скажите, пожалуйста, вот насколько сегодня современные библиотеки, могут ли они вообще конкурировать с интернетом? И вот это вот взаимопроникновение библиотека, интернет, книги, электронные. Вот как вы считаете? Вот вы знаете, я и говорю, я был поражен, когда пришел. Может конкурировать, да, библиотека? Я думаю, что теперь, раньше вот вы меня спросили до встречи с девочками, я бы вам сказал, что нет. Сейчас, при том, что ты можешь пальцем нажать и любую книжку это, кто пойдет в библиотеку? Вот я сам по себе помню, как я читать, вот, в наше советское время, когда с книгами были такие, как там Дюма, допустим, или там. Это был дефицит. Вот, это только было в читальном зале. А я не мог, я не мог сидеть в читальном зале, я не мог. Так мы исхитрялись все равно. Я говорю, я вообще с библиотеками с детства дружу. Так я подружился с девчонками библиотекаршими, я им там помогал эти все вот эти, вырезать, расставлять, вот это все распределять. И они за это мне, суббота, воскресенье было выходное, они давали на субботу, воскресенье мне из читального зала книжки, и я в понедельник к восьми утра прибегал к открытию. Вот, поэтому, но сейчас я... Не называйте фамилии, это вдруг еще работают, пожурят. Да нет, они уже не работают, конечно же, и не пожурят, потому что они так приваживали тоже читателей, понимаете? В каждое время свои были фишки, да, чтобы привлечь читателей. Тогда это был такой способ. А сейчас, пожалуйста, театральные проекты, театральные читки, скажите, пожалуйста, не будете ли вот останавливаться на достигнутом, на таком проекте, будете идти дальше и дальше и привносить что-то новое, современное? Конечно. У нас договор о сотрудничестве с Самарским отделением Союза театральных деятелей. Мы наметили уже встречу в сентябре месяце, мы уже это ждем и очень рады. Так что нет, конечно, не будем, потому что театральный проект, мы видим, что это зрителям нравится, нравится зрителям любого возраста. И это, как я уже говорила в начале, приносит результат. То есть результат виден. И причем видно это сразу. Да, вот я тоже хотел сказать, я видел, как, вы понимаете, начиналось все, я думаю, кому будет интересно? Чуть-чуть, чуть-чуть, потом все больше, больше, больше людей. И я понимаю тогда, думаю, ну, значит, кому-то интересно вот какие-то мои рассуждения на тему. до сих пор сколько лет вы уже работаете, вы уважаемый, известный, профессиональный актер, а вот все-таки звездной болезнью не болите. Другой бы сказал на вашем месте, да на меня сейчас придет толпа зрителей. А вы сомневались? А человек сомневающийся, это очень здорово. Конечно, но дело в том, что я действительно, я, простите, но я действительно, вот там, когда говорят, я очень в этом смысле стеснительный, я не лукавлю, даже не скромный, я страшно стеснительный, понимаете, и поэтому, когда там меня подходят, зрители узнают, благодарят, я прячусь и убегаю. И это вот, кстати, вот тоже к осмыслению, это вот тоже к теме передачи, к нашей встрече еще, к одной какой-нибудь, когда мечты вот это. Я, естественно, мечтал быть известным артистом, и вот сейчас я понимаю, какое счастье, что я не настолько известен, как Безруков, или там, допустим, как Кобедки, потому что я вообще ходить по улице не мог, понимаете, когда каждый второй тебя будет узнавать. Я говорю, мы с супругой однажды подошли покупать какие-то продукты, и вдруг девушка за кассой говорит, узнала, видимо, говорит, а что новинка в драмтеатре? И я делаю вот так, и побежал. Мне супруга Олег, ты куда? Я, да, я, я стесняюсь, я, честно говоря, все время не понимаю, думаю, за что меня люди так любят? Вот, наверное, вы это специально сейчас сказали в эфире, чтобы к вам жители не подходили, наверное, Олег, нет? Нет, да ну нет, нет. Все равно общается. Вот для такого общения с артистами и созданы совместные ваши проекты. Конечно. Ну что же, я благодарю за очень душевно у нас сегодня такое получилось интервью. Спасибо вам огромное. Вас, Олег, могу поздравить с профессиональным праздником 27 числа. Да, да, у меня еще один праздник стал теперь. Поэтому вы, как библиотекарь, примите поздравления с праздником. Спасибо. А вам хочу предоставить заключительное слово. Что бы вы хотели сказать, ну и пожелать, конечно, нашим уважаемым телезрителям? Пожалуйста. Ну, я хотела бы сказать, что читать, что книги – это здорово. И я хотела пользоваться случаем, пригласить всех желающих к нам в библиотеку. В июне у нас состоится показ онлайн, показ моноспектаклей Олега Белова. Это 2 июня у нас будет показ спектакля «Холстомер» по рассказу Льва Николаевича Толстого. А 30 июня у нас будет показ моноспектакля «Вокруг да около» по повести Федора Абрамова. Так что приходите, все желающие, в 13.00. В 13.00, библиотека номер 23. Открывает свои двери, ну и, конечно, приглашает всех желающих. Да, приходите обязательно на своих любимых артистов. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо вам. Здоровые, счастливые, удачливые. Ну и, конечно, реализация. Спасибо. Да, конечно. И читать, читать, читать. Это прекрасно. Как говорил Великий. И Великий. Да, да. Спасибо. Вы понимаете, они неизменны, эти формулы. Они прекрасны. Да. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова